Правительство Тверской области утвердило порядок предоставления еще одной субсидии. Денежные средства пойдут на разработку документации для проектов по созданию комфортной городской среды. Напомним, что сразу пять наших муниципалитетов победили во всероссийском конкурсе по благоустройству. Как известно, по результатам 4-го всероссийского конкурса лучших проектов, заявки пяти городов Верхней Волжи признаны победителями. В категории «Исторические поселения» лучше стала концепция реновации Советской улицы и Базарной площади в Торопце. А также проект благоустройства набережной и ее окрестностей в Осташкове. В номинации «Малые города с населением от 20 тысяч человек» лучшими признанный проект «Лучка на гонке в Нелидове», а также идея преображения Бежевского горсада. В категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч» победила концепция благоустройства набережной Волги и спуска колокольни Николаевского собора в Калязине. То, что победили наши муниципалитеты на федеральном конкурсе, достаточно серьезный показатель более высокого качества работы, организации работы в этом направлении. За победу пять муниципалитетов Верхней Волжи получили из федерального бюджета 290 миллионов рублей. Проектно-сметная документация на реализацию проектов победителей должна быть разработана в срок до 1 февраля 2021 года. Чтобы ускорить этот процесс, а самое главное сделать его максимально качественным, правительство Тверской области приняло решение выделить субсидию, утвердив порядок ее представления. «Хотим сейчас привлечь еще дополнительные некоммерческие организации профессиональные, которые помогут нашим пяти победителям, этим муниципальным образованием, уже практическую документацию сформировать для того, чтобы начать получение денежных средств из федерального бюджета, плюс муниципальный бюджет там участвует и наш региональный бюджет». Это поможет максимально быстро перевести в практическую плоскость работы по благоустройству во всех пяти муниципалитетах, которые выиграли Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды.